Паровозный гудок разбудил городок. Все волнуются, ждут. Ждут необычный музейный состав, который раз в год выходит на рельсы, напоминая о военном прошлом Родины и о том, как важно чтить подвиги своих героев. На перроне ретро-поезд Победы встречала и Фатима Даурова. Утренний Черкесск в ожидании встречи с ретро-поездом Победа. Историческим подвижным составом времен Великой Отечественной войны. Ветераны и жители столицы потихоньку занимают места у импровизированной прямо на платформе сцены. Музыканты раскладывают партитуру и проверяют инструменты перед выступлением. В 10 часов, ровно по расписанию, на железнодорожных путях Республиканского вокзала вдалеке показался Победный эшелон. Уникальный поезд, выпуская пары из-под колес и густой дым прямо в небо, громко и торжественно занял свое место. Полное погружение в атмосферу 40-х и Победного года, когда в крытых товарных вагонах, в легендарных теплушках солдаты возвращались на родину. А на перроне их ждали матери, жены, дети, невесты с букетами сиреней и первых весенних цветов. Зрители видят, как происходила встреча солдат с фронта. Звучат песни Победы. И фронтовая гармошка, которая в редкие моменты затишья разбавляла привычные звуки от раскатов, залповых орудий и автоматной очереди своей мелодичностью и напоминала солдатам о мирной жизни. Мы подумали, ну приедет музейный состав, прекрасно, да замечательно. Но когда приходит молодое поколение, все равно должна быть эмоция. Потому что когда есть эмоция, это запоминается больше и надольше. Мы подумали, что если мы это оживим и сделаем ожившие истории страницы, да, и создадим театрализованное действие с участием, у нас участвуют студенты Ростовского государственного университета по те сообщения, коллективы Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный, приглашенные артисты. И мы подумали, что каждая история рассказана, она будет, конечно же, о железнодорожниках, потому что это наше. Здесь все как в годы Великой Отечественной. Состав на всем маршруте ведут два паровоза, которые действительно участвовали в боевых действиях. Один из них работал на прифронтовой территории во время Сталинградской битвы и до сих пор несет под своей обшивкой отметины от пуль и снарядов. А вот, который ближе ко мне находится, паровоз, это по сохранившимся документам реальный участник Сталинградской битвы. И у него даже под обшивкой котла, когда он проходит плановые яйца ремонта, видны заплатки на котле, которые оставили ему следы войны, когда он был пробит котел осколками мин или снарядов. То есть вот такой у нас фронтовой дедушка. В дни Великой Отечественной войны, когда на карту было поставлено само выживание страны, громадную роль в достижении победы сыграла работоспособность железных дорог. Именно на них выпало 70% воинских перевезок за все четыре года. Они обеспечивали фронты продовольствием, войсками, боеприпасами, горючим и техникой. Сердце состава – паровой котел. Здесь, во втором поколении, работает Николай Воравин – машинист и кочегар. Это он каждый раз раскочегаривает паровоз и доводит топку до нужной температуры. С появлением парового углеподатчика лопата не ушла на второй план. Она до сих пор остается основным рабочим инструментом. Николай Воравин лучше всех знает, куда именно подбросить уголь для равномерного горения. Дедушка родной, мам и папа, он работал машинистом на паровозе. Ну, кочегаром, помощником и машинистом. Потом и в годы войны бронепоезд, у них же броня была, бронепоезд на минводы, мышь Тихорецкая, Тихорец был оккупирован. И потом, после войны, он работал. Конечно, я очень трепетно к этому отношусь. Каждый год маршрут поезда меняется. В него включаются большие и малые станции магистрали, чтобы охватить наибольшее число населенных пунктов, расположенных на границах Северо-Кавказской железной дороги. Фатима Дурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия.